Женскую политическую элиту Украины. Более 150 женщин-лидеров, мэров городов, депутатов областных, районных, городских советов, секретарей советов приехали сегодня в Киев для того, чтобы обменяться своими мнениями, планами, скоординировать свои усилия для успешной работы нашей страны в 2021 году. 20-й год был сложным для всех граждан нашей страны. И пандемия, и продолжающие боевые действия на востоке Украины, и экономический кризис, и эти все три кризиса, соединившихся воедино, конечно, отразились на жизни каждого гражданина Украины. Но в то же самое время 20-й год дал возможность нашим женщинам прийти во власть. Более 2000 женщин-депутатов разных уровней добавилось в политической элите. И всего 12 тысяч женщин-депутатов всех уровней были выбраны на местных советах. Это очень важно, потому что и мировой тренд, и мировой вызов, когда идет трансформация политического лица всего мира и политического лица нашей страны. Все больше женщин приходят к влиянию власти, к принятию решений. Поэтому мы возлагаем огромные надежды, что объединение женщин, которые смогли сегодня отложить свои политические разногласия, региональные отличия, отличия вероисповедания, объединили свои возможности для того, чтобы принимать ответственные, профессиональные и эффективные решения. Сегодня здесь присутствуют женщины-лидеры из разных политических сил, из разных политических команд и почти из всех регионов Украины. Женщины, которые берут на себя ответственность действовать сплоченно, скоординированно с одной целью, чтобы успех Украины, который нам так сегодня всем нужен, надежда нашей страны, что в 2021 году при профессиональном подходе, при слаженности действий мы сможем выйти из этих кризисов. И мы большую надежду в этом возлагаем именно на женщин-лидеров во всех регионах Украины. Женщины подготовили декларацию, которую единогласно поддержали, о намерении координировать свои усилия в сфере борьбы с ковидом, в сфере выхода из экономического кризиса и максимального содействия и влияния женщин для восстановления мира на востоке Украины. По всем этим трем направлениям мы координируем наши усилия, готовим планы действий и сделаем все, чтобы 2021 год все-таки стал годом успеха для нашей страны. Чтобы после разговоров, обещаний, предвыборных программ мы перешли к реальным действиям, к реальным результатам, которые бы мог почувствовать каждый житель Украины. Потому что мы видим, как сложно, как непросто, мы видим, что во многих решениях мы заходим в тупик, и поэтому именно женщины, как агенты изменений, готовы сегодня брать на себя ответственность. Как в 2014, когда женщины объединились и первыми поехали с гуманитарными миссиями на восток, помогать пострадавшим людям, людям пострадавшим от боевых действий, переселенцам. Так и в 2020 году женщины объединились, и первые гуманитарные миссии по защите врачей по поддержке пострадавших от коронавируса были организованы женщинами Украины. Так и в 2021 году женщины объединяются для того, чтобы изменения начались в политической жизни страны и начали принимать те решения, которые бы улучшили жизнь на наших людях. Наталья, сегодня на форуме, так что вы просудили человек, как у них не роль в свободе? Мы уважаем наших мужчин, они сегодня, безусловно, являются лидерами. И мы благодарны всем лидерам политическим, и Юрию Бойко, и Виктору Медведчику, Вадиму Рабиновичу, политическим лидерам других команд. Мы благодарны Дмитрию Разумкову, который всегда поддерживает женские инициативы. Мы благодарны также представителям и офисам президента Юлии Ковалев, которая также присоединилась к поддержке женщин. И у нас очень важно сегодня, объединяя усилия, поддерживать мужчин в их рациональных предложениях, в их профессиональных идеях. Но в то же самое время, когда женщины берут власть и начинают влиять на принятие решений, то качество политики, безусловно, улучшается. Выяснили, что женщины в политике – это сейчас световый тренд. У нас сейчас есть квоты гендерные при формировании партийных списков. Насколько они себя виправдали? Чи все политические силы их поддерживаются? И на вашу думку, какая оптимальная пропорция? Безусловно, в начальном этапе поддержали все политические силы, но потом ряд политических сил манипулировали уже с результатом получения статуса депутатов на уровне местных советов. Я благодарна лидерам инвестиционной платформы за жизнь, потому что у нас были выдержаны все квоты, все женщины вошли в депутатский корпус всех уровней. И больше всего женщин-депутатов сегодня присутствует в Донецкой области. Это одна из самых сложных областей. Но именно там женщины взяли лидерство, что тоже является таким показательным трендом для всей Украины. И мы абсолютно считаем, что баланс – это всегда 50 на 50. И те квоты, которые сегодня действуют в Украине, мы понимаем, это достаточно условно. Это такой стартап для женщин, возможность получить дополнительную поддержку, чтобы приходить во власть. Но буквально через несколько лет, я думаю, этот баланс уже будет абсолютно естественным. И баланс 50 на 50 присутствия мужчин и женщин не только в депутатском корпусе, но еще и во всех моментах принятия решений и влияния на результаты, он будет успешным. А почему мы, друзья, Наталья Королевская, возвращаемся к студии Лайфу.